У каждого из них свой подход к ученикам, свои секреты и методы ведения уроков. Те, кто сегодня в числе награжденных не один десяток лет в образовании. Среди них и Александр Петрович, преподаватель немецкого языка в Брянском профессионально-педагогическом колледже. Как построить урок, как заинтересовать учеников, они готовы делиться своим опытом. Давать интересные задания, использовать современные технологии, самому быть примером, выступать с ними, петь, стихотворения разлучивать, на сцене неоднократно выступать вместе с студентами. Тогда будет полный контакт. Их называют вторыми мамами и папами, наставниками. Да и ученики для каждого из педагогов становятся родными. Мои дети, говорю мои, любят предмет и с удовольствием занимаются музыкой, пением. Глава региона Александр Богомаз, поздравляя учителей, называет имена, прославившие наш регион и страну. Потому что за этими победами и достижениями труд простых учителей. Врачи, строители, деятели культуры, спортсмены, все, кто прославляет и укрепляет мощь нашей страны, это ваши воспитанники, уважаемые педагоги. Отдельная свобода дарности заслуживает ваш труд, благодаря которому были воспитаны настоящие герои нашего времени, нашей страны. Мужественные, сильные, духом люди, участники специальной военной операции, которые, рискуя своей жизнью, успешно выполняют поставленные задачи по борьбе с нацизмом и защите территории нашей Родины. Как сказал наш национальный лидер, президент нашей страны, Владимир Владимирович Путин, будущее страны создается руками и талантами учителей. Уваку символично и очень значимо, что будущее, год 2023, знак высочайшего признания вашей профессии, был объявлен годом учителя, педагога и наставника. На сцену поднимаются педагоги, получившие звание почетный работник сферы образования Российской Федерации. Среди них Елена Козлова. Около 30 лет она преподает русский язык и литературу. Я всегда говорю им о том, что прежде всего нужен хороший словарный запас, а для этого нужно читать, для этого нужно знать классическую литературу. Поздравления и заслуженные награды в этот день учителя принимают от председателя Брянской областной думы Валентина Суббота и главного федерального инспектора Андрея Дичука. Я рада себя лично и от депутатского корпуса Брянской областной думы поздравить с праздником и поблагодарить представителей одной из самых почитаемых профессий. Людей, выбравших для себя путь просвещения наших уважаемых учителей. Настоящих профессионалов учительского дела, искренне любящих свою работу. Это не просто профессия, это призвание и нелегкая ответственная миссия. Учитель всегда дает гораздо больше, чем заложено в школьной программе. Он помогает молодому человеку, подростку, ребенку понять себя, раскрыть лучшие человеческие качества, найти в конечном итоге свою дорогу в жизни. Объявлены призеры и победители конкурса «Педагогический дебют-2022». Победителем стала Ксения Цугунова, учитель школы номер 6 города Новозыпково. Екатерина Зойдина, Сергей Дюков, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск.